Пирамида. Ну или его, да. Улыбка просто Владимир Владимирович создал. А на третий день он создал. А на третий день? Да, на четвертый еще раз. Ну что, мы в эфире? Да, мы готовы? Я готова. А ты вообще огонь. Я сейчас сграфирую. Я думаю, что я не очень рада. Самая приятная работа на земле. А ты, это да, как на ток-шоу сидят зрители, которых никто не показывает, но они смеются. На самом деле это самый главный вид. Да, на который создали констроение. В эфире. Мы тут проезжали мимо Апрелевки. Честно говоря, даже не могу сказать по какому шоссе. Просто таксист вез у меня шоссе энтузиастов ко мне в зал на первое духовство. И дал небольшой крюк. И ты уснул. И я уснул. Да. Смотрю. Это было начало. Глаза открываю, рядом вывез на сибирский барс. Говорю, ладно брат, остановимся здесь. И, собственно, в моем гостях Евгений Юрьевич Коротких. Всем привет. На самом деле таксист это был мой друг. В общем, таким случайным, не случайным образом, Алексей Беляев оказался у нас в гостях. Поэтому мы всех приветствуем и готовы поговорить об... Ну, позже скажем, пойдем так. Оказывается, если так было все задумано, если вы увидите, что два дня и более не появлялся онлайн, то вы знаете, где мне искать. И оффлайн, точно. Ну, это шутка на самом деле. То есть, максимум, максимум два дня. Потом в Алексей Беляев принесся в ряды. В той же комплектации? Нет. Значительно больше. Черт. Был L, будет XXL. Можно у вас сразу дополнительный сустав заказать, никак не дорастать. Евгений Юрьевич, сразу короткий вопрос. Наверное, не самый главный. Терминологический, казалось бы, но на самом деле, глубоко философский. Хоть может так сразу не показаться. Дзюдзюцу или жюжицу? Жюжицу, как говорил великий комбинатор в фильме Шерлока Холмеса, да? Леша, вот на самом деле ты умеешь человека, без сметаны в твой стакан, ты заехал правильно. Так, с вопроса, что же это на самом деле такое? Джиу дзюдзюцу, дзюдзюцу, жюжицу и так далее. Все это транскрипции, все это смысловые нагрузки. Ровно так, как человек понимает, так как он хочет понимать. Так, немножко литиватый заехал, ну нормально. Для меня это дзюдзюдзюцу. Для меня, как для человека, который идентифицирует себя как русский человек, который живет в России. И человек, который занимается дзюдзюдзюцем с 1996 года. То есть ближе то та транскрипция и то произношение, с которым произошло первое знакомство. Да, это ментальная штука. Хотя я на самом деле впервые увидел, что такое дзюдзюдзюцу на UFC. Когда Ройс Грейси выходил и побеждал всех таких огромных дядек. Его там владели в гиле совершенно такой. 80 килограмм, обычный юноша. Он там делал невероятные болевые, там удушающие и так далее. Это был 1996 год. Я его увидел на видео-кассинах UFC, которые продавались в ларьках. И понял, что дзюдзюдзюцу это мне нравится, это мое. Я тогда не знал, что это бразильское дзюдзюдзюцу. Я об этом не знал. Я не знал, что это дзюдзюдзю. Странно. Я смотрел в то время, тут тоже Россия Грейси на видеокассетах. И там говорили бразилиям дзюдзюдзю. Комментарии. Я говорю, лохи, вы что не знаете, это же японская дзюдзюдзюдзю. Она не из Бразилии, она из Японии. Я тогда не знал, что существует бразильский. Что грейси эти вообще из Бразилии откуда-то. Я по-английски понимал два слова из десяти минут. Сейчас понимаю, кстати, четыре. Могу свободно разговаривать. серии I am ok and how are you. Так вот, я видел это все, я уже принимал, что такое джиу-джитсу, я уже, казалось бы, учил какие-то приемчики. Черт подерье, у меня нет кораллового пояса по джиу-джитсу. Слушай, Леш, коралловый пояс по джиу-джитсу, джиу-джитсу, японская, американская, якутская, бразильская, да? Давай тогда поговорим про пояс. Что такое пояс? Любой пояс, белый, черный, красный, это все равно понеделька, по большому счету. То есть есть некая комьюнити, есть сообщество людей, которые либо признают, либо не признают эту некую систему, которая была принята ранее, некой группы лиц по предварительному слову. То есть, если посмотреть на предысторию поясов, видите, это произошло не в Бразилии, это произошло в Японии. Раньше, в те давние японские времена, было 20 поясов. Белый и черный. Белый и черный, совершенно верно. И потом уже появились цветные пояса, чтобы, ну, наверное, мотивировать, стимулировать своих учеников. Ну, это уже в Европе придумано. Насколько я понял, что… Тут же европейцы. Да, тут же европейцев. …для экспансии восточной культуры японской, для того, чтобы это все лучше продавалось. Потому что 10 лет европейцев ходить в белом поясе, ну, как-то так красиво. Ага. Ведь магия черного пояса, любого, там, неважно, это дзюдо, это карате, или это эквондо, или бразильское джиу-джису. То есть, черный цвет – это, ну, в общем, принятый цвет мастерства, да. То есть, если человек носит черный пояс, значит, это мастер. Кто, ну, кто-то же наехал в этот пояс. То есть, должен давать этого человека, который наиболее авторитетен в этом обществе. Ведь очень часто возникают вопросы, причем это не касается какого-то отдельного вида единоборств, там, джиу-джитсу, или дзюдо, или самбо, там, или, ну, тэквондо, где есть… Почему самбо сказал? Даже саммисты начали придумывать пояса, чтобы ранжировать своих, там, спонсменов. Я, кстати, еще не видел, извините, что перебиваю, в живом воплощении, но на картинках будет запас. Нет, правда. Но ведь, по большому счету, если большее количество людей именно в этом комьюнити признает, что этот пояс действительно соответствует этому рангу, этому человеку, ну, значит, наверное, это так и есть. Ведь очень часто видим споры по поводу пояса, особенно в самом начале того же бразильского джиу-джитсу, там, соответствует этот человек этому поясу или не соответствует. Да, порой это очень глупые споры, но, тем не менее, раз эта тема поднимается, значит, наверное, людей волнует, и, порой, наверное, можно их и пороть. Конечно, об этом можно поговорить, можно пообсуждать того или иного человека. Но, в моем представлении, это все-таки есть некий регламент, ну, так, поговорить официальным языком. В принципе, четко проописаны определенные критерии. Это время, это набор каких-то техник, участие в соревнованиях и так далее, и так далее. Но, ведь это все очень индивидуально, да? То есть, вот, если сравнивать, например, с тем же мастером спорта, там все значительно проще, нормативно. Поехал на российский турнир, чемпионат России, там чемпионат мира, провел там 4 победы, занял первое место, там 25 регионов, и ты стал мастером спорта, имея кандидат в мастером спорта. Там все достаточно регламентировано, жестко прописано, и ты четко понимаешь, что вот за что тебе это дали. То система поясов, почему я назвал такое произвесное слово, понятейка, да? Потому что это нигде не прописано. Ну, напишите мне или расскажите мне про регламент там черного пояса, там, по базистскому джоу-джорству. Его нет. И, возможно, это и правильно. В этом и есть суть, потому что тот, кто дает этот пояс, берет на себя эту ответственность. Правильно? Давай этот пояс. Что соответствует этот человек этим правилам? Потому что, если взять историю российского бразильского джоу-джитсу… какой-то российского бразильского джоу-джитсу? Вы можете получить это же самое, в принципе, остаиваемый автомобиль на телекопиков мы должны представить, refillable на телекописы через WoW, Я готов посмириться с тем, что есть дагестанская бразилистская бразилистская джоу-джитсу, но и прям российская бразильская джоу-джитса. Хороша пойму. Бразильских джоу-джитс в России 10 лет назад это было несколько человек, на которых насмотрели как инопланетян. То теперь, наверное, таких людей несколько сотен уже. И вот твоя же рубрика, Леш, где-то там плюс один, плюс два, минус три, она возникает постоянно, ну, в общем-то, уже не возникает никаких споров, за что кому дали и прочее. То есть это стало таким, в общем-то, привычным, обыденным делом. Ну, и, наверное, это нормально, потому что этот путь эволюционный. Да, я открою секрет, в общем-то, часто об этом упоминаю, и меньше шороха на эту тему наложу, чтобы когда-нибудь однажды через пару лет, может, через тройку, может, через пять, через десять мне дадут черный пояс, чтобы все, чтобы это вошло в потоке, так оно и должно быть. Я понял твой хитрый план, да? Я, да, я все время мыслил стратегические задачи. Стратегия правильная, она нормальная, я ее проносу поддерживал, потому что черный пояс для Беляева это будет очень, на самом деле, интересное событие. Но, я тебе уверяю, что оно пройдет все-таки, не может пройти незамеченное. В любом случае, об этом поговорят сто процентов, потому что они скажут, что Беляев сам всем присвоил. Вот даже если тебе это даст, не знаю, там, Гарсия, там, Марселла, там, или там… Он договорился. Ушедший, там, я не знаю, там, Андре Гальвалу, там, они все вместе соберутся, приедет 15 человек, вручат тебе этот черный пояс, и все равно комьюнити тебя обсудит, скажет, что он с ними договорился, потому что он покажет, что там уже же фрикс, и это сто процентов будет так. Поверьте, меня все равно обсудят. На самом деле… Это нормально. Это делаешь, на самом деле, не для себя. Их, на самом деле, всех нужно пригласить, чтобы они обязательно, по крайней мере, на банкет пришли по поводу вручения этого учебного пояса. Ну, это, ладно, это долгая история, мне еще до коричневого пахать и пахать, так как у меня сейчас менторов никаких нет. Вот. Поэтому я не исключаю возможности, что некоторые мои ученики дойдут до коричневого раньше, чем я. Ну, это… Так как будет? Вот. Это история как бы другого… У тебя свой путь, особенно как у России. Да-да-да. Я могу себе дать золотой пояс по гуляю джиу-джицу. Свой стиль. Или там, давай, золотой пояс по бульжу-флиц. Вот. И все, и… Тоже нормально. Знаешь, кто-то мне недавно сказал вот про тренды продвижения в бразильском джиу-джицу. И мне кто-то из моих учеников сказал, слушай, какая бжжфикс. Напишут, так и будет. Понимаешь? Какие хорошие ученики. Можно адреса, фамилии, я… Не, не могу сказать. Я не запомнил на самом деле, потому что я такие вещи обычно не запоминаю, но вот запомнил слова этого человека. Это опять-таки без сметанного штака, потому что вы все-таки являетесь той платформой, которая формирует мнение по поводу бразильского джиу-джицу в России. Это правда. Корректирует. Чуть-чуть. Или как это? Да грустно, что ли? Понятное дело, что там разливается за границы, за пределы. Но… Тем не менее. Но так мы вернемся к первоначальному вопросу. Джиу-джицу или джиу-джицу? Джиу-джицу. Какова вот разница вообще во всех этих разных джиу-джицах? Джиу-джицу полицейская, джиу-джицу там суперармейская, джиу-джицу самурайская, японская, бразильская, дау-систем, неваза, кто громче крикнет, кто больнее ударит, кто красивее покажет сцену. Что объединяет все это? Или это все-таки все разные виды спорта? Виды спорта. Вот, воззадал встречный вопрос касательно самого смертельного, там, джиу-джицу, традиционного, там, бразильского, неважно, который говорит, мы не можем вам эту технику показывать и демонстрировать, потому что это техника для того, чтобы кого-то убить. О, слова Стивена Сигова из передачи «Прожектор по рискилму». Вот, представьте, а как это нужно проверить? Вот так преподавали половина тренеров, когда я занимался в конце 80-х каратэ. Первое, что ты приходишь, ты клянешься, что ты никому не покажешь, что ты учил в этом школьном подвале. Не потому, что все будут ржать, а потому, что это смертельно. Потому что все основные методические рекомендации эти люди и мастера получили в фильме «Больцовский клуб». Первое правило «Больцовского клуба» – не говорить о том, что ты в «Больцовском клубе». Ну, тогда «Больцовского клуба» еще не было. Не важно, его придумали на основе этого. На самом деле, это ведь не просто так такие вещи сделано. Потому что самое таинственное неизвестное. Потому что ты можешь годами заниматься каким-то таинственным единоборством, и потом никакого не пасть. Самое убийственное. Или один из плакатов, который висел у меня в первом зале по единоборству, которым я занимался, что с тренером по борьбе может соревноваться только тренер по стрельбе. Знаменитый мир до сих пор пользуется за сложные популярности. Правильно. Потому что тренер по стрельбе точно может победить тренера по борьбе. Потому что он умеет стрелять. Здесь я бы хотел немножко поговорить о другом. Ну, есть некие сейчас три ветки, которые развиты в России. Сейчас, кроме юмора нашего, до его пошутили, теперь хочу о серьезном поговорить. Значит, это спортивное джиу-джитсу. Так называемое спортивное. Это аккредитованный вид спорта. Российская федерация джиу-джитсу. Где есть признание со стороны государства. Это аккредитованные федерации, где можно получать спортивные разряды, спортивные звания и так далее, и так далее. Это действие раздела. Это раздел файкинг. Это удары по борьбам. Есть раздел Неваза. Это же бразильское джиу-джитсу. Ну, условно говоря, бразильское джиу-джитсу. Потому что правила абсолютно одинаковые. Когда черный коричневый поясок, они точно такие же джиу-джитсу. Это один лагерь. Те же люди, которые взяли эту всю историю из бразильского джиу-джитсу. И есть раздел Дуаката. Это показательное выступление, где два партнера демонстрируют технику на определенную оценку. Это первая ветка. Это спортивная джиу-джитсу. Официальная. Вторая ветка. Но на сегодняшний день в России наиболее популярная – это российская джиу-джитсу. О нем можно сказать. Она популярнее чемпионов спортивной джиу-джитсу? Значительно. Потому что… А Российская федерация джиу-джитсу согласна с Вашим заведением? Ты знаешь… Вот ты очень такой мне задал вопрос… Ну вот я знаю, что Резван Бачкаев не согласен с тем, что джиу-джитсу – популярная игра. Ну, Резван Султанович имеет свое мнение и имеет на него право. В данном случае Российская федерация джиу-джитсу не отторгает бразильское джиу-джитсу. То есть оно его принимает в качестве тех атлетов, то есть сельсионной базы, которые могут участвовать в раздельном ревазе. И нет никакого там противодействия, противостояния или там какого-то любого, значит, конфликта интересов с бразильским джиу-джитсом. Бразильское джиу-джитсу – это отдельная история, это некая комьюнити, по сути это субкультура спортивная джиу-джитсу в лице Российской Федерации Таджиу-джитсу – это официальная история, где люди занимаются спортом. Одно в другое дополнение, только мы об этом отдельно поговорим. Это прямо целая история. И есть третья ветка, так называемая традиционная джиу-джитсу. То есть, что такое… Вот здесь как раз начинается вот эта игра слов, игра теней, красок и так далее. Там дзюдзю, японская, дзюдзюдзю, да вот эта таинственные какие-то невероятные люди которые там могут одним взглядом уничтожить там, да. И по сути последние годы, благодаря интернету или не благодаря в интернете, это стало уже входить в некий такой мемы, в отрицание всей этой истории, потому что никто не знает, что это такое, что такое невероятное, никто, соответственно, в это не верит, стало каким-то уже таким мифом и так далее. Ну, это есть, но это есть исключительно в Японии. И сказать, что у нас есть в России какое-то японское джиу-джитсу, это неправда. Его у нас, я думаю, что нет. Это опять-таки транскрипция, то есть джиу-джитсу, это собирательный образ, больше сейчас уже все-таки переходящий в спортивную составляющую, где есть соревнования, где есть возможность продемонстрировать свои навыки на оценку. Ну, как в спортивную, как в тренинг, как в тренинг, как в жизни. Выходят два атлета, и у них есть определенные правила, по которым можно выяснить, кто же из них сильнейший. Как ты можешь выяснить сильнейшее по какому-то смертельному искусству? То есть, предположим, два человека должны выйти, и один из них должен другого убить, чтобы выяснить, что это действительно самоубийство. Говорят, в феодальной Японии не было проблем с этим исходным правилом. Да, это было как раз-таки в феодальной Японии до 19 века. Потом даже там это прекратилось, потому что Япония развернула свое лицо в сторону Европы. Сначала говорят о стороне Китая? Китай, Корея. Ну, тем не менее. Голландцы тут зашли еще пораньше. Как я думаю. Это, кстати говоря, очень хорошо об этом Акунин пишет. Мне очень нравится читать эти книжки, они увлекательны. Но это все так большое. А какую именно? Где про джиу-джитсу Акунин пишет? В историях Фандорина или в историях уже японского его товарища? Ну, конечно, массаж. Массаж. Это же основной носитель японского джиу-джитсу. А Фандорина или вещу-джитсу у него уже, правильно? Ну, у него, а потом у этих... Ну, у ниндзя этих, которые там... Да. Крадущийся в ночи в тени и так далее. Скребущийся. Скребущийся, крадущийся. Вот. Люди вообще не ведут еще мифы и какие-то невероятные легенды и прочее, прочее. Я скажу за себя, я больше, чем практичный, мне больше нравится спортивное составляющие. Поэтому для меня все-таки джиу-джитсу это больше спорт. Лично для меня. Потому что я преподаватель, я тренер, я занимаюсь тем, что я готовлю своих воспитанников к соревнованиям. Нежели чем каким-то там невероятным, там, убийственным поединком в ночи и так далее. То есть для меня все-таки все более прозаично. Апрелевка... Так, вопрос издалека. Апрелевка в такой район? Вот просто сейчас, скорый вечер, нам выходить... Я надеюсь, что нас отсюда выпустят. Апрелевка в такой район? А то, может, не пригодятся пара ваших парней с этим... Вот ты зашел хорошо, конечно. Значит, на самом деле мы пойдем вместе. Отлично. Понимаешь, да? То есть если что, мы будем друг друга защищать. Ты с помощью навыков бразильского джиу-джитсуа, а я... А я с помощью ствола. А я с помощью хорошего термологического пистолета. Ну, на самом деле, могу ответить тебе маленькой притчей на то. Значит, три было ученика у одного мастера. И, значит, они беседуют по тему своего самосовершенствования, в принципе, в единоборствах, в боевых искусствах. Вот мастер спрашивает у своего первого ученика, что ты можешь? Он говорит, ну, если пойдешь по темной улице, я могу там пять сразу бандитов, хулиганов уничтожить, а вот я их разорву. Второе. Могу десять. Третье. А я могу пятнадцать. Ну, мастер такой сидит, слушает. Они втроем у него спрашивают, мастер, ну, ты что можешь? Говорит, я могу вас научить. Ходи по этим трёхным улицам. Это основная истина. Не провоцируйте. Не ходите там, где они следуют. Особенно, как это, в непростые времена. А времена, они всегда непростые. Всегда были хулиганы, всегда были провокаторы. И человек, на самом деле, интуитивно всегда ищет какое-то приключение. Если он его ищет, он его все непременно найдет. И тот бой самый лучший, который не состоялся. Это очевидно совершенно. Да, я помню эту историю. Я так же сидел, кулел электронную сигарету на турнире Сфопа Грэпплингу. Мне просто нога болела. Меня вызывали на сладку, а я вот сидел на краю ковра. Лучший бой, который не состоялся. Продолжая притчу, я бы добавил сюда один навык. В порядке приоритетности. Не ходить по темным улицам. Это, ну, один полюс. Второй полюс, там, раскидать всех и быть непопередным. А вот еще между ними есть такой... Да, начинается, вся заканчивается. Договориться. Договориться. Ну да. Добавлю все-таки четвертый принцип. Есть ситуация, есть люди, с которыми договориться невозможно. И вот здесь как раз ты должен владеть определенными навыками самообороны и уметь за себя постоять. Опять-таки, это собирательный вопрос. И сказать, что у кого-то сильнее, невозможно. Человек, если у него есть дух, и он умеет за себя постоять, не важно, чем владеет. Боксом, джиу-джитсу, дзюдо, самбо. И вообще ничего, уличной дракой. Да, и он за себя постоит. А есть люди, которые являются там хорошими спортсменами. Ну, на улице они совершенно беззащитны, потому что они не владеют этой психикой, этими навыками, то, что происходит на улице. Потому что я могу привести массу примеров, когда очень неплохие спортсмены на улице оказывались совершенно бесконечно. На самом деле. И били совершенно обычные хулиганы, которые не имели никакого отношения к спорту. Которые просто с детства дерутся на улице. Потому что просто дерутся, и они знают, что можно ударить в пах, в горло, там, в глазах. Которые 20 лет дерутся около этого подъезда, около этого дерева. Да, да, да. Особенности местности, погоды. Да, да, совершенно верно. Роза Петров. И еще живы. И еще живы. Да. Да. К сожалению или к счастью, это так и бывает. Поэтому здесь все равно мы возвращаемся к началу нашего разговора. И этой притчи, когда, можно сказать, не надо никому никогда провоцировать. И изначально нести в себе какую-то агрессию, даже самых малых ее проявлений. И если есть возможность все-таки не провоцировать. И не то что, знаете, вот слово «избежать» я не очень люблю на самом деле. Оно такое. Здесь можно трактовать его по-разному. А все-таки на уровне договориться, объясниться и найти тот компромисс, который позволит сохранить свое лицо. То нужно идти по этому пути. Но у нас есть Владимир Владимирович, который сказал, ну я про нашего президента очень интересную догму. Если драка неизбежна, бей первым. Вот здесь Владимир Владимирович, я категорически соглашусь. Потому что так и есть. Потому что если ты понимаешь, что ситуация такая сложилась. И ты должен сам защитно использовать своих интересов в рамках действующих законодательств. То лучше быть так. Хорошо. Сразу вопрос. В лед. Чем отличается драка от самообороны? Драка – это объяснение отношений. Это эмоциональности, товарищ. Самообороны – это когда угроза твоей жизни развернула ответство. Если, предположим, ты идешь по улице, на тебя напали сын, тебя ограбить, изнасиловать, избить, зарезать, убить и так далее. И ты понимаешь четко, что идет непосредственно прямая коробка твоей жизни, то это твоя самообороны. А если ты идешь по улице, тебя тортоли причем? Ты ему говоришь, слышь. Для кого это? Слово за слово. Это уже выяснение отношений, это уже драка. И если это в процессе этой драки произошло, какой-то увечит другого человека, это уже расстояние как хулиганство. Но не надо доводить до этого состояния, потому что любое уголовное дело на тебя – это уже твоя испорченная жизнь, твоя история и так далее. Зачем тебе делать? Ну, то есть есть разница, да, между самообороной и «эй, ты, пойдем выйдем, пойдем выйдем», выходят два парня с кафе или с бара, снимают майки и прыгают напротив друг друга стояки. Это уже не самооборона, верно? Верно. Но здесь, Лешка, но есть в чем дело? Это называется «трактовать». Сколько было случаев, когда действительно человек, защищая свою жизнь, при этом доходило дело до убийства, именно в целях самообороны, и человека осуждали. И вот этот вопрос, как судья на это смотрит? Так давайте. Я со своей точки зрения, ну, может быть, это примитивное отделение, но я примерно предполагаю так, если два парня там один к другому подходит, и что на мою девушку так посмотрел, пойдем выйдем, не для одного, не для зачинщика, не для второго это не самооборона, это петушиные бои. Конечно. Не в обиду, собственно, ребятам, я имею в виду просто выяснение крутости самцов. Если человека схватили за руку и уже что-то делают, и он от этого освобождается, это самооборона. И в самообороне мне не нужно доказать там человеку, что я крушу него, свалить, забить и поставить ногу на грудь поверженному противнику и сделать селфи на его фоне, правильно? Мне нужно что сделать? Сохранить свою жизнь. Ну, опять-таки, угроза жизни, здесь ведь тонкая грань. Одно дело, тебя просто схватили, толкнули, это одна история, а другое дело, когда тебе поставили нож в горку. Да, но я не говорю про это и горку. Меня схватили. Да, поставили, да. И тебе говорят, кошелек или жизнь? Одно кошелек. Одно кошелек. Сначала скажу, что у меня карта. Я заблокировал. Я заблокировал. Минус 82 тысячи рублей. Извини, братан, я работаю тренером по джурджитсу, я получаю 30 тысяч в месяц. Опять, возвращаемся к началу. Лучший бой тот, который не состоялся. Конечно. Если ты сумел своему планету договориться и объяснить, что у тебя долг, и ты можешь мне помочь, донатом, пожалуйста. Но это, опять-таки, если у тебя есть немножко еврейской черты и крови, тогда все будет нормально. Возвращаясь к самообороне, Евгений Юрьевич. Вот сейчас в соседнем зале идет тренировка по, я думал, что это называется, доу-систем, оказывается, доу-кота, да? Доу-систем, правильно. Доу-систем. Это прикладное единоборство? Ну, вернее, не так. Прикладное джурджитсу? Нет. Это спорт. Человек, который чемпион мира по доу-кота, доу-систем, сможет дать отпор человеку с железной палкой на улице, которые с этой палкой два года ходят и еще живой? Чемпион мира по шахматам, если обладает духом и хочет выжить в определенной ситуации, тоже может дать отпор человеку с железной палкой, который ходит два года и еще живой. Вопрос навыка, вопрос желания жить, вопрос ситуации. Это очень абстрактная тема, на самом деле, потому что это невозможно проверить. Я возвращаюсь к спортивной составляющей. Единственный метод и способ проверить человека, и существует всего два. Первое – это спортивная площадка, где есть правила и судья. Второе – это жизненная ситуация, где он либо выживет, либо нет. Но как здесь оценить ситуацию, когда люди, которые с намерением преступных замыслов, их, например, 10 человек, они владеют всеми навыками для того, чтобы человека убить, у них есть оружие, ножи, пистолеты, автоматы и прочее. Они любого даже пятикратного олимпийского чемпиона уничтожат, даже не задумываются. И здесь этот разговор, на самом деле, очень абстрактный, по большому счету ни о чем. Невозможно это проверить, потому что каждая ситуация, она очень-очень индивидуальна и очень-очень персональна. Можно проверить и увидеть, это действительно работает или нет. Это, вдруг только случайно повторюсь, это либо на спортивной площадке, где есть судья, где есть правила, либо это в какой-то ситуации, выжил человек или нет. И опять-таки, после того, как он выжил, что дальше произошло? В результате этого инцидента погиб, предположим, нападавший, и потом состоялся суд, это у человека судили, там он автомат сидел, либо его там оправдали, либо он сумел сделать так, что никто не погиб, а он при этом выжил. Это очень трудно сказать, потому что было масса ситуаций в жизни, когда люди, защищая свою жизнь, попадали потом за решетку. Это правда, к сожалению. Я в 90-е очень много таких знал, друзей боксеров. Друзья, это по сей день существует, и это вопрос судебного решения. И это бесконечная история, бесконечная тема, причем не только в России, а везде во всем мире. Так-так, к черту все это. Вернемся к спортивной составляющей. Джиу-джитсу – это бизнес? Вот джиу-джитсу – это не бизнес. Вот именно о джиу-джитсу, это, наверное, все-таки больше о жизни. А я бы думал, что не прет-то? Никак машина не прет, у меня же нет. Нет, это не бизнес. Я, как человек, который в этом много-много лет, не знаю, успешно или неуспешно с точки зрения бизнеса, но для меня джиу-джитсу – это моя жизнь. Это лайфстайл такой, без ложной скорости, хочу сказать. Потому что, если говорить по формуле принципа Паретто, все знают, что такое 20-80, то в джиу-джитсу и в бизнесе принцип Паретто не работает от слова «вообще». Это все-таки жизнь. Это жизнь, это твой стиль, это твой образ, это любовь, это лайфстайл однозначно, но это не бизнес. Это не бизнес. Джиу-джитсу – это не бизнес, говорит Евгений Городких. Их находясь у себя в белом кабинете с камином в собственном клубе, где тут же разливают кофе и продают туристические путевки в теплые страны. Продолжаем, Евгений. И имея там, я не знаю, с десяток филиалов в Москве и там где-то еще. Фигня. А где вы работаете, Евгений? Нет, не так вопрос. Если же жить, это не бизнес. Знаешь, как это говорят? У нас в Сибири, чем ты живешь. Да, да, да. Да нет. Евгений Коротких – белый кабинет и большая черная машина. Хорошая машина, да. У меня есть хорошая машина, золотые часы, бизнес и так далее. Но это не джиу-джитс. Это бразильская джиу-джитс. Окей. Джиу-джитс – это не бизнес. Бразильская джиу-джитс – это бизнес. С Пурпура у вас есть все шансы попасть в эту пирамиду. Грейси. В эти сети и стать богатым человеком мы вас всех приглашаем. Потому что гербалай вам точно не нужен. Вам нужно бразильское джиу-джитс, и вы станете очень богатыми. На самом деле мы с Алексеем готовы дать вам мастер-класс за деньги. И научить вас, как зарабатывать деньги на бразильском джиу-джитсу. Запишись на наш бесплатный вебинар. Нет, не будет бесплатный. Запишись на наш платный вебинар, и мы вас научим дальше. Да. Но это будет про бизнес. Но если кроме шуток, я хочу вернуться на самом деле к джиу-джитсу. Мое обознавание – это все-таки экономист. Я закончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. по специальности стратегический менеджмент. И с точки зрения бизнеса, вот эта спортивная составляющая джиу-джитсу, бразильскую, любого другого, очень низкому жена. Поэтому, друзья мои, если вы планируете прийти к джиу-джитсу, я сейчас говорю всем будущим, начинающим, скажем так, тренерам, желающим на этом заработать, то вы на этом много денег не заработаете. Вы на этом заработаете много позитивных, негативных впечатлений, очень много интересного опыта общения с людьми. Друзей. Других эмоций, друзей и так далее. Но денег будет не так много. Но, тем не менее, это хорошая, благородная, но не совсем благодарная профессия. Ну, сибирский барс же совсем окупаемая история. Да, окупаемая. Приносящая доход. Это как, должно быть чуть-чуть выше окупаемости. Чуть-чуть. Ну, не более того. Скажем, те, прилагаемые лично мной как лидерам усилия, они не соответствуют тому ожидаемому финансовому результату, который мог бы получить, занимаясь любой другой, практически любой другой коммерческой деятельностью. Это правда. Ну, так можно воспитать из детей армию ребят в спортивных костюмах в кожанках на черной БМВ, как это было в 90-х. И тогда это такое долгосрочное вложение, которое окупается. Нет. Это уже противоречит действующему законодательству. Кроме шуток, на самом деле, занятие вообще тренерской работой, это все-таки больше про жизнь, нежели чем про бизнес. Ну, можно нормально прожить тренеру на тренерскую зарплату? Я сейчас не говорю о доходах президента клуба с десяти тысячами филиалов, а вот обычному тренеру. Вот, допустим, тренеру, лидовому тренеру, который работает в сибирском Барсе. Да, там есть много у вас тренеров. Он может прожить на эти деньги в Москве достаточно, хватает? Да, может. Ну, раз они у меня работают много лет, значит, мы создаем те условия, которые им позволяют жить достойно. Да, мало ли, может, у них паспорт отобрали и они работают много лет. Нет. Это история как раз-таки о той взвешенной позиции со стороны многих руководителей, которые дают возможность зарабатывать ту достойную зарплату, чтобы жить в Москве. Это так. Вот причем они не везлись. Двигая достойная зарплата сотрудников. Вот вы правильно сказали, на самом деле, Анастасия, потому что, если мы говорим, что Анастасия находится за кадром, ну, она очень внимательно будет за кадром. Тем более, я все равно не слышно, где вопрос кадров назад, то есть микрофон направлен. Да. Здесь вопрос не про бизнес, лишь потому что, если, как закон свойств сообщающих сосудов, то есть, если я, например, буду обогащаться за счет тренеров, то да, у меня получится. Но тем самым я не смогу создать им те условия, когда бы они смогли нормально жить в Москве. Потому что жизнь в Москве у Москвы достаточно дорогая. Соответственно, я создаю условия, но я за счет этого не обогащаюсь. То есть, собственно, поэтому тренеры живут нормально, а я не сильно богат. Чего проще? У каждого тренера есть такая же черная машина, как у Кратки Кирган Юрьевича? Нет. Есть белые, есть синие. А по размерам? Чуть поменьше. Ну, это просто по рангу? Так положено, да. Вот, если ты не юданша, правильно считаешь? Юданша или юданша? Да, юданша. Юданша. Да. То ты должен уметь максимум меньше. Да. Окей. Это правильно. Как будто государственному официальному спорту не хочется сильно пиарить этот официальный спорт. Или я ошибаюсь. Как мне получить спортивный разряд по джунджитску? Да, да. Готовский, Беляев. Да, да. Беляев, конечно. То есть бабусики все-таки занимают какой-то раз. Четвертая? Или все-таки они входят в первый в позиции лидера? Нет. Я тоже могу преподавать любой вид тех, которых я перечислил, и даже других, которых я не перечислял. Вопрос, что лучше продается с точки зрения у человека, это вот мама идет с ребенком. Так, все, болтус, тебе 12 лет, тебе пора куда-то идти и заниматься в плату. Что он лучше купит? Ну, по статистике. Ну, я вам, например, свято верю в то, что корни-то одни. Я сейчас, может быть, убью половину своих подписчиков и слушателей, сейчас начинаю это выключать, если я скажу, что я не верю в историю Харлампева, который ходил по Среднюю Азию. Но зато верю в... Ну, я верю во Щепкова, который привез в борьбу из Кадака. Евгений Юрьевич пообещал про свидетелях. Все очень просто. Но к Мессии получить легче, потому что, например, ты можешь прийти и выиграть чемпионат Московской области за первое место, тебе сразу без первого разряда присвоят пределы Местероскопа. Коррупции ноль. Мы просто хорошо дружим. Нет. Я просто хотел вам это случайно показать. Я понимаю, это хороший случай.